Как построить успешный ресторанный бизнес? Ответ на этот вопрос очевидно знает Владимир Сергеев, основатель и директор популярных в Твери гастрономических мест. Давайте узнаем ресторатора о ярких и насыщенных годах клубной жизни. Как удалось открыть в Твери известный паб, куда движется ресторанная культура города и удалось ли пережить гастроточкам пандемию. В финале, как всегда, влиться опрос от Твереграда. Владимир, добрый день. Расскажите, как началась ваша история в Твери, в Калинии? Учился в 47-й школе. Потом это был Калининский вагоностроительный техникум, потом закончил уже машиностроительный колледж, потом службу в армии. 11 лет в это время как раз поступил в Российскую академию туризма. Решил получить еще экономическое образование, закончил Московский гуманитарный экономический институт. У вас такие разные направления, машиностроение, образование, туризм. Да, мне очень нравилось, на самом деле. Проходил практику на вагонзаводе, у меня как бы, можно сказать, династия, у меня там дед работал, работал дядя. Почему я пошел даже в вагоностроительный техникум? Потому что там вот появилась новая специальность обработка металлофрезанием на станках с числовым программным управлением. И как-то мне вот это вот прям вот, я думаю, почему бы и нет? Почему бы и нет? То есть что-то новое, интересное. Вот. И на самом деле на то время это была очень сильная база. Вот. А именно по программированию. Успел поработать до армии, ушел в армию. Пришел 93-й год. И опять вернулся в армию. Срочно служба прошла и понял, что, наверное, надо... Время такое было. Вот. Что там особо-то и не ждали уже на вагонзаводе. Вот. А специальность, которую я получил в армии, она как бы мне помогла и в дальнейшем. Ну и остался в армии служить. Мне предложили хорошую должность в областном военкомате. Угу. Вот. А после областного военкомата перешел в военную академию. Как раз перешел в военную академию, а там как раз все и у меня. И началась какая-то история, связанная уже непосредственно с клубом Sunrise. То есть не отходя от главного рабочего места, вы начинаете свой такой, ну, развлекательный, можно сказать, бизнес, клубная жизнь у вас начинается. Можно так сказать? Да. Это, знаете, как... Это можно было заниматься, скажем так, вне, скажем так, служебное время, да. Удачно совмещал по выходным дням. Работал диджеем. Вот. В клубе, который, в общем-то, на базе, опять же, академии ПВО. Там была интересная история такая, что в 95-м году там появился факультет курсантов. Получилось познакомиться с Баховым Александром Натальевичем, директором ТЮЗа. Вот. Который очень активно уже работал в плане того, что развивал вот эту вот культурную жизнь именно в академии. Раньше в академии учились только офицеры, тут курсанты. Естественно, это... Они принимали участие в студовеснах, это КВН и все такое. И жизнь такая была достаточно... Началась интересная. Если кто-то помнит 90-е годы, то, когда проходили КВН и студовесна, то, конечно, в ПВО было не попасть. И самые топовые команды это были «Мэннгрин», «Академия ПВО», «Волжский лекарь», «Октябрьский проект университета». Это вообще... Билеты, мне кажется, в два дня раскупались. Зал вместимый 750 мест. Доставлялось еще, мне кажется, там, мест 150. Ну, это были такие прям крутые времена. Вот это вот какой-то студенческой жизни, которая проходила именно в клубе академии. Ну, и вот так получилось, так меня пригласили, говорят, ты вот где-то там работаешь, а я, как раз, работал в клубе «Заря». Нам нужен человек, который будет организовывать и танцевальные программы для курсантов. Говорю, отлично, все, давайте. И вот так все началось. Вот, начали по субботам для курсантов. И потом по пятницам уже мы делали там, помимо этого, еще мы делали офицерские балы. Ну, то есть клуб, вот именно Академия ПВО, появился у него такой образ культурного, культурно-досугового центра в центре города. Вот, где проходило большое количество мероприятий, в том числе и танцы, которые проходили. И по пятницам уже, скажем так, делали для, по субботам, если для курсантов, то по пятницам это уже были такие вечера, которые для взрослых. Куда могли приходить офицеры, курсантов не опускали. Ну, как-то так все и началось. Помните тот момент, когда вы поняли, что это ваше, можно сказать, хобби, оно стало уже основным занятием? Наверное, начало нулевых, вот. А вообще такой переломный момент, когда где-то год 2000, наверное, седьмой, когда я вообще хотел все бросить, все. Ну, мы посидели, наверное, там с коллегами, я говорю, знаете, все, я, наверное, все, ухожу. Ухожу как бы и работаю. Почему вот такое решение пришло, какое-то разочарование, из-за чего? Время идет, а какой-то, наверное, больше было оптимизма и альтруизма. Вот. И, конечно, это были, то есть, финансово-экономическая сторона тоже имела место быть, да. Не хотелось заниматься дальше хобби. Так получилось, что все сошлось, я там остался один. Потому что мои коллеги не хотели меняться. Я говорю, знаете, если мы не будем меняться, то ничего не произойдет. Меня больше всего не устраивал пессимизм моих коллег, вот, которые со мной работали. Ну, а команда – это самое главное. Да, и поэтому я на каком-то периоде сказал, знаете, или мы работаем, или нет. Такой период, когда в команде надо что-то решить, решить, да, вот, играем или не играем, вот. А игрок на площадке был я один. Начало нулевых – это уже, действительно, уже появлялась какая-то современная культура клубная, да. Она появлялась с мощными игроками и на площадке нашего города. Вот. Мы это все видели. Люди начинают ездить активно по Европе, по миру, в принципе, да, видят, сравнивают и как-то так. Вот. И тут надо было кардинально все менять. После этого, когда я уже в проекте остался один, собрал новую команду и дизайнеров, и все, которые начали делать какие-то уже проекты. Мы там сделали и бар Монро, и коктейль-бар. Поменяли так кардинально, что люди пришли. Это что, правда, Санрайз? Да? А вот тут в партнародии играл Сарай. Вот. Я говорю, и вот у меня была задача из Сарай сделать Санрайз. Вот. Поэтому мы, конечно, это сделали. В команде были очень хорошие ребята, ну, работали действительно, которые работали над программой. А уже более сильные. Это Леша Рейв, вот, Саша Слим. Это мы говорим. Очень сильная была команда барманов. И тут уже началась уже работа, как бы, связанная с питанием. Можно сказать, что вы стали одним из тех, кто ознакомил Тверь с какой-то новой клубной культурой, с новыми направлениями. И что это было? Вот если взять по клубу, да. Это было такое направление прогрессив хаос пампинг. Мы работали с проектом Ютониш. Это очень был известный проект на всю Россию, который из Санкт-Петербурга. Потом такой проект, колбасный цех, радиорекорд, диджей Врунгель. И вот, наверное, самая громкая тусовка, которая была в Санрайсе, это была драматизация. Это проект Драман Бэйс, пиратская станция. И вот тут-то мы уже, наверное, действительно о нас узнали вообще от Калининграда до Владивостока. Потому что в Тверь приезжали диджей из Англии, приезжали с Европы. То есть у нас даже был гость из Америки, Дизель Бой. То есть, ну, действительно такие очень именитые, известные диджеи, которые колесили по всему миру. И очень много прошло, как бы, концертов, которые делали. Первые, кто привез руки вверх, после такого долгого, какого-то там, Затишек привозили, Нойз МС тоже очень, там и Баст выступал на это. Если мы говорим про молодежные какие-то, естественно, это и поп, и рок-музыканты, и Король Иршут, и Алиса неоднократно на этой площадке. Она такая была трансформер, я помню даже, чтобы комфортно создать и танцпол, как бы, да, вот на каких-то концертах убиралось там, по-моему, 10 передних рядов, поносилось, и всем хватало места. Получается, что где-то около 20 лет, плюс-минус, вы занимались клубным бизнесом. И вот спустя такой, ну, довольно большой промежуток времени, вы стали ресторатором. Вы открыли Пап Старый Чемодан. Почему это Пап, да, а не какой-то классический ресторан? Как все это получилось, да? Насколько знаю, все-таки это не без поддержки там тоже Зеленина происходило. Как все это было? Ну, а было все просто. В 2011 году я съездил в Прагу впервые, вот, в 2011 году. Вот, посмотрел все это. Потом в 2012 году начал ездить, это, ездил в Санкт-Петербург, посмотрел, как там вообще эта пабная жизнь, да. Вот был клуб «Санрайс». И была вторая часть, где мы как раз в 2012 году открыли Старый Чемодан. Вот этот комплекс, он стал жить и работать ежедневно, вот, а не дышать только выходными днями. А потом случился переезд. А потом, да, потом закончился договор аренды, мне его не продлили. Я начал искать просто, скажем так, на Авито помещение. Получилось, что я встретился как раз с Дмитрием Вадимовичем, познакомился, да, вот. Вот, предложил ему вот это, поучаствовать в этом проекте, так что ему большое спасибо. Я, наверное, был как футболист на просмотре, да, то есть я хочу играть в этой команде, ну, давай, мы посмотрим, что ты делаешь. Ну, как бы, понятно, что какое-то время понадобилось, чтобы мне поверили. Вот, что действительно это место, в которое будут вложены какие-то инвестиции, да, оно станет рабочим. А вы верили в тот момент, когда открывали, что это место будет действительно популярным, востребованным, что он будет одним из главных таких, ну, гастрономических, там, развлекательных мест в Твери? Верил. С самого первого дня, как мы только сюда переехали, есть даже сотрудники, которые со мной в 13-м году сюда перешли, до сих пор здесь. То, что я пришел сюда не один, а с командой, с людьми, с которыми я, которых знаю, которые верят, это было главным. И после чемодана уже пошли другие проекты? После чемодана, да, то есть это был какой-то перерыв у нас, получается, чемодан стал на ноги, хорошо пошел. Спустя три года сделали проект ресторан «Ленинград». Потом был шницель. У меня вообще было желание всегда на районе сделать что-то такое, потому что сколько не ездил по районам, все-таки какие-то там пивнушки, какие-то трюмочные какие-то там. Мне кажется, вот на любом районе хочется выйти и зайти в ресторан, да, или в какой-нибудь комфортабельный бар, где можно посидеть с семьей. Еще один проект – это «Пиногриджо» – морской ресторан. Когда открывали, не боялись, что этот проект для Твери будет не очень востребованным. Все-таки новое направление в городе. На самом деле, когда мы что-то делаем, надо всегда не бояться этого делать. Не надо бояться, знаете, как скалородфиллер, больших расходов. Надо бояться маленьких доходов. То, что мы сделали, я считаю, это правильная история в нашей ресторанной группе, потому что мы сделали что-то другое. Город, если мы видим, то просто вот шашлык и пицца. Это говорит о том, что об отсутствии, скорее всего, наверное, профессионалов. Мы сделали этот проект, потому что в нашей команде они есть, и есть люди, которые могли сделать эту реальную кухню. Да, мы говорим, что это революционный проект, он нужен городу. Это же круто, когда есть кухня, которая вообще всегда напоминает лето. Какие-то летние путешествия. А если вспомнить, какие рестораны в Твери были 7 лет назад и сейчас, вот на ваш взгляд, подумайте, за это время, что изменилось в ресторанной культуре. Опять же, веранды, которые раньше были как дополнение. Зонтики, палатки, кока-колы там. То сейчас веранды – это прямо самодостаточное место в любом ресторане, в кафе. Знаете, хочется сделать так, чтобы вот люди, вот они на какое-то время, наверное, забыли о вот этих вот помещениях, да, чтобы они успели соскучиться вот по ресторану. А потом у него придется и скажет, как здесь клево, как же здесь тепло, да. У нас в команде в летний период добавляются флористы. Помимо цветов мы высаживаем деревья, и уже как-то мы видим, что гостей, они все-таки хотят сидеть на летних верандах, не внутри. То есть они скучают по ним, то есть они ждут хорошую погоду. Наверняка я уверен, что все смотрят в Янексе, как же на выходные. Какую летнюю веранду выбрать? Летнюю веранду действительно классные у нас в городе. Вот, может быть, даже их не хватает. В Пиногридже, в Дании, в Ленинграде вы стали проводить постоянно различные гастрономические фестивали, дегустации, какие-то званные ужины. Какой из проектов стал для вас и для гостей, особенно любимым, особенно каким-то новым для, опять же, для города? Это галаужин. Галаужин, который делают шеф-повара. В галаужине мы представляем блюда, которых нет в меню. На самом деле это у нас получилось. Получилось, потому что популярность настолько, то есть вот мы делаем анонс, и через два дня у нас нет свободных мест. То есть люди идут, заказывают, то есть, да, это время, это три часа такого гастрономического удовольствия, вот эта культура, которая должна быть в городе. За время пандемии многие рестораны и в городе, и по стране, ну, не выдержали, да, этот отрезок времени. Кто-то закрылся, кто-то переформатировался. Как для вас прошло это время, и как удалось сохранить все, что было? Ну, на самом деле было нелегко, потому что два ресторана у нас были на консервации, это Ленинград и Шницель. Оставили чемодан на доставке. Чемодан очень хорошо проявил на доставке. 29 марта мы открываем Пинагриджи по желаниям наших гостей. Вот, и мы удивились, люди соскучились по устрицам. Для меня, как руководителя ресторанной группы, да, было непонятно вообще, как сохранить коллектив. Вот. Я понимаю, что, чтобы сохранить коллектив, я его должен видеть. Видеть регулярно, да, даже независимо от того, как бы, есть работа, нет работы, да. Поэтому мы проводили какие-то собрания, мы проводили даже генеральные уборки. Сохранить коллектив мы, конечно, смогли практически на 100%, небольшая потеря, там, процент 2, наверное, у нас, да. Знаете, я, когда писал диплом в МГИИ, я писал именно по ресторанной группе нашей. Вот. И все сотрудники наши заполняли анкеты. И, скажем так, в анкете было, что вам нравится, да, больше, там, например, место расположения, да, там, управление предприятием, да. И последний пункт там был стабильность. Стабильность 100%. Наверное, благодаря стабильности в коллективе, наверное, в системе учета вовремя выдаем зарплату. За счет этого получилось сохранить коллектив. В дни голосования по поправкам в Конституцию вы сделали такую акцию для своих гостей. Все, кто проголосовал, получали скидку на чек. Почему решили выступить с такой инициативой? Что хотели этим показать? Что вы, скажем так, неаполитичны какую-то свою социальную позицию вы? И социальную позицию, и патриотизм какой-то, да, в стране, в которой мы работаем и живем, да. Но наша задача всегда маленько другая. Пригласить гостей в ресторан. Людей, которые, может быть, вообще давно уже не ходили. А, может быть, сходили в какой-то ресторан. Попробовали. Какой-то был неудачный поход. Вот. Хотелось все-таки им показать, что в наших ресторанах, в наших ресторанах это все-таки удовольствие. И это, скажем так, вот за счет, наверное, какой-то бонусной системы, да, просто их пригласить. Вот. И рассказать, что мы есть. В общем-то, люди с удовольствием приходили, показывали магниты или свидетельства. Очень здорово. Даже наши постоянные гости, то есть, ну, это было здорово. Вы играете в футбол, что вы состоите в какой-то команде футбольной. Расскажите подробнее об этом. Это, на самом деле, это то, что осталась часть клуба «Санрайс». В «Санрайсе» была команда, созданная в 2010 году. Вот как раз организовалась любительская лига в нашем городе. Поэтому эта команда, она как бы мини-футбольный клуб «Санрайс». Паба «Старый чемодан». На данный момент и тут все получилось, потому что это абсолютный чемпион города. И в 11 на 11, и в 8 на 8, и в 5 на 5, то есть, и из любительских команд, он самый стулованный сейчас. Команда именно нашего Паба. Как профессиональный ресторатор дайте совет, универсальный совет, на что обратить внимание при посещении ресторана. На какие моменты обращать внимание, которые говорят о том, что это место хорошее, что сюда можно заходить и стоит зайти? Ну, знаете, первое, если я прихожу в ресторан, да, и он пустой, конечно, у меня есть первое подозрение, что в этом ресторане невысокий оборот. Вот. Естественно, наверное, качество исполнения может быть не очень свежим. Вот. Ну, а так, я вообще всем говорю о том, что... Ну, если... Ходить в ресторан надо с удовольствием и желанием. Сто процентов. С хорошим настроением. Если вам как-то грустно, плохо и что-то у вас не получается, да, наверное, не надо ходить в ресторан. А иногда получается так, что ресторан оказывается крайним. Вот. Все не так. И официант подошел не так. Когда приезжаешь в какой-то город, да, я всегда спрашиваю у местных. Куда ходят местные, туда ходят туристы. То есть, три понятия. В ресторане все просто, которым оценивается ресторан, да. Это... Мы туда заходим, это дизайн. Вот. Это... Потом это сервис. И вкус. Вот в эти рестораны надо ходить. Но не всегда, скажем так, первое, это дизайн, да, может повлиять. Главное, чтобы в ресторане было чисто. Вот. Как бы, да, и уютно. Вот что очень важно, кто-то ходит там раз в месяц, кто-то ходит в квартал, кто-то ходит вообще раз в год. И вот он приходит вот за этим вот блюдом, который вот ел, например, год назад, ему важно, чтобы этот вкус повторили. Остался. Остался. Не стал. Стабильность. Да. Стабильность вкуса. Владимир, теперь помечтайте. Ресторан вашей мечты. Гастрономическое место, которое вы хотели бы видеть в городе. На самом деле он уже в голове. Угу. Но это секрет. Это уже проект, который мы проговариваем с коллегами и проект, который сейчас находится в написании. Это действительно будет в какое-то ближайшее время открыто. Это будет формат ресторана. Это не скоро, но какой-то, наверное, создать флагман вкуса нашей ресторанной группы. А где любите гулять в Твери? Знаете, в Твери, получается, я вообще люблю гулять по Твери. Вот я с семьей, люблю гулять по Твери с семьей. Мне вот прям доставляет удовольствие. Мы едем с супругой, с детьми, да. Вот. Можем по набережной, можем в горсад, можем по трехе, можем даже пойти мимо рынка, даже зайти на рынок. В последнее время я ездил по Золотому кольцу, я понял, что наша Твери настолько красивая. Странный вопрос, наверное, для вас будет, но все же. Выделить не могу, как бы, да, но, конечно, я, это больше, конечно, старый чемодан. Он первый, да, и самый взрослый и стабильный. Какое из последних событий посетили в Твери? До, скажем так, 27 марта и в Театре юного зрителя, и в Драмтеатре, да, и на каких-то концертах был. То есть и тот же самый цирк, и картинная галерея. Самое запоминающееся событие для вас, связанное с Тверью? Когда Ковальчук приехал с Кубком мира. Да, это было запоминающее событие. Я прям, не знаю, бежал, наверное, на площадь перед Драмтеатром, да, и когда он приехал с Кубком, это было до сих пор, это помню. Какое место в городе вы посоветуете посетить человеку, который впервые приехал в Тверь? Картинную галерею, императорский дворец. Ну, он сейчас прям такой, мне кажется, визитная карточка нашего города. Что на ваш деле требует изменений в городе? Мне кажется, он приходит в порядок вообще, город наш. Вот, а что-то там, знаете, мы можем говорить много, а что-то изменить туда-сюда, но как бы он все идет своим чередом, и все меняется, и меняется в лучшую сторону, и мы это видим. А как-то что-то посоветовать, наверное, я все-таки хотел обратить внимание на пешеходные дорожки. Они, ну, я знаю, что сейчас они в порядок будут приводиться. Вот, и вот прям туристы говорят, дороги у вас супер вообще, а что-то с пешеходными улицами не очень. Какого места не хватает в Твери? Концертного зала. Гордость Твери. Это наши спортсмены в Тверской области, их очень много. Вот, мы даже посвятили этому на первом этаже, у нас целая стена спортсменов. И когда люди приезжают, а что, это тоже ваше, а это ваше, и это. Говорю, да, это все наши Тверские. Люди, которые действительно с гордостью говорят, что мы из Твери. Это не чемпионы России, это чемпионы мира, чемпионы Европы. Печаль Твери. Речной вокзал? Нет. На самом деле, у меня воспоминания с ним очень хорошие. Все время мы туда в Пьернский лагерь отъезжали. Я помню, что там еще был ресторан. Дед у меня приезжал, мы постоянно ходили, когда дед приезжал, в один, в другой ресторан, третий. Три имени, которые лично для вас неразрывно связаны с Тверью. Сладков Щедрин. Вот, это, конечно, Михаил Круг. И, опять же, Ковальчук. И, напоследок, Тверь она какая? Опишите в трех словах. Тверь должна быть столицей Золотого кольца. Тверь историческая. Тверь, она разная. Какая-то божественная. Ну, потому что я связываю это, прежде всего, с количеством монастырей и святых мест, которые есть на территории. Владимир, спасибо большое за интервью. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Спасибо.